Слово Виталия Иванова, генеральному директору юридического бюро «Эксперты», члену общественного экспертного совета Межрегиональной общественной организации общей защиты прав потребителей и общественный контроль. Пожалуйста. Добрый день. Сегодня мне досталась такая замечательная тематика, как защита прав потребителей в автомобильной сфере. То есть, все, что связано с покупкой автомобиля, с продажей автомобиля, с его, так сказать, обслуживанием. И вот, проанализировав ситуацию, как бы вкратце могу сказать, что существуют некоторые проблемы, которые важны при покупках автомобилей. Значит, у нас есть несколько таких ключевых проблем. Они, в принципе, и к другим сторонам защиты прав потребителей также относятся. Во-первых, низкая квалификация персонала, сотрудников продающих продавцов, сотрудников обслуживающих сервисных мастеров. Все это связано с тем, что продавец не заинтересован в надлежащем качестве товара и никак не способствует, так скажем, не заинтересовав продаже хорошего автомобиля в хорошем обслуживании. Поскольку, как уже сегодня говорили, судами, установленные законом, подчеркиваю, именно законом установленная неустойка, судами сокращается в десятки, а иногда и даже в сотни раз. То есть, дело может длиться несколько лет, а на выходе неустойка будет там 3-5 тысяч рублей, что, сами понимаете, смешно. Также отсутствует законодательный механизм оценки минимально необходимых сроков ремонта. То есть, как правило, сейчас все, что касается автомобилей, при любой проблеме, хоть вам гайку закрутить, хоть двигатель починить, забирают в гарантийный ремонт, но максимально возможный срок в 45 дней. Что тоже, как бы, создает дополнительные проблемы. То есть, гражданин не может пользоваться приобретенным автомобилем, но при этом, как бы, закон не нарушается. Зачастую продавцы берут на себя повышенные обязательства, так называемые дополнительные гарантии. Однако, все это рекламная фикция, поскольку нет никакой ответственности за неисполнение данных обязательств. Не менее важная проблема – это порча автомобиля при безответственном ремонте или обслуживании. Ну, не секрет, что автолюбители знают, что зачастую в автосалонах, если у вас машина стоимостью меньше миллиона, то мастера прямо так и говорят, а что же вы хотели? У вас ведро с гайками? Вот. И не иметь, ну, мол, надо было покупать что-то там более дорогое. Хотя и с более дорогими автомобилями ровно та же ситуация и ровно те же слова. Широко распространена при гарантийных обслуживаниях и при продажах организация цепочек из юридических лиц, согласно которым делается для того, чтобы уйти от ответственности за некачественный автомобиль. То есть вы приходите в салон, вы покупаете автомобиль, отдаёте деньги и считаете, что у вас всё замечательно. Однако вы не знаете простой вещи, что автомобиль вам продало юрлицо номер один, гарантийное обслуживание у вас будет вести юрлицо номер два, а дополнительное оборудование вам вообще поставило юрлицо номер три. И потом в судах приходится очень часто доказывать, что это всё одни и те же лица, потому что они начинают в случае возникновения проблем, продавец начинает перекладывать проблему на исполнителя, исполнитель начинает перекладывать проблему на сервисную службу, а в итоге все втроём они начинают обвинять самого потребителя в том, что у него проблемы. Связано это с тем, что у нас существует ещё одна проблема, это правовая неопределённость статуса сервисных центров. То есть, как правило, сервисные центры у нас уполномочены только проводить ремонт. Хотя закон о защите прав потребителей чётко оговаривает меру ответственности, которая должна быть у уполномоченных организаций. Но сложившаяся практика в нашей стране выглядит так, что сервисные центры ни за что не отвечают. При этом при покупке, либо при обращении с гарантийным обслуживанием зачастую продавец принуждает потребителя заключать дополнительные соглашения. То есть, вы приезжаете с проблемой на ремонт, вместо этого вам предлагается заключить некий договор, без этого договора у вас отказываются принимать в ремонт автомобиль. Соответственно, вы хотите, чтобы у вас было сделано как можно быстрее, вы в этом заинтересованы, вы подписываете договор, а по итогам получается, что после ремонта вам могут предъявить за гарантийный ремонт потребовать с вас ещё денег. Таким образом, сервисные центры дважды извлекают прибыль. Этот ремонт они проводят как гарантийный и получают деньги от производителя или продавца, и дополнительно получают с потребителя. То есть, двойная выгода для сервисных центров, опять же, при полной безответственности. Важная же проблема, ещё одна, это заключение в договора купли-продажи условий, ущемляющих законные права и интересы потребителей. Например, бывают такие пункты, которые запрещают впоследствии предъявлять претензии по недостаткам. бывают условия, включающиеся об исключительной подсудности. Вот сегодня уже про ЛЭК и третейский суд говорилось. Вот ровно такая же схема применяется и в автосфере, когда в договорах включаются условия об исключительной подсудности, либо в каких-то аффилированных судебных структурах, либо в том суде, где удобно непосредственно продавцу. Хотя закон о защите прав потребителя, опять же, устанавливает, что это только потребитель имеет право выбирать, куда ему обращаться в суд. Еще одна важная проблема – это отсутствие в договорах исчерпывающей информации об автомобиле. В большинстве договоров как таковая спецификация на автомобиле отсутствует. Или же она сокращена, что способствует введению потребителя в заблуждение. Например, вы можете в рекламных буклетах, в рекламных роликах видеть и слышать, что в автомобиле есть какая-то определенная функция, а на самом деле, это вот западная, как правило, реклама повторяется на наших каналах, а на самом деле в автомобилях, которые продаются на территории России, указанной функции нет. Особенно это опасно, когда это касается систем безопасности. То есть о том, что у вас отсутствует система безопасности, вы можете узнать только после попадания в ДТП. То есть в данном случае не сработали подушки безопасности. Вы потом узнаете, вам везде рекламировали, что должны быть, а оказывается, что их и нету, что оказывается и не должно, и что в договоре вы сами под этим подписались. А вы не можете это узнать, потому что там все закодировано, там код такой-то, код такой-то, расшифровки нет. Опять же, из этого вытекает еще один способ обмана. Это существенная информация о товарах и услугах преподносится в очень неудобной форме. Как правило, это мелкий шрифт, который невозможно прочитать даже человеку с идеальным зрением. Либо это использование, смешение различных цветов, которые не контрастные и также не позволяют нормально прочитать. Важный же еще один момент, все, наверное, знают, это такое мифическое понятие, как снятие с гарантии. Вы покупаете автомобиль, и вам тут же говорят, поставьте сигнализацию у определенного установщика, или у нас, или в нашем сервисе, и ни в каком другом, иначе мы вас снимем с гарантии. Это абсолютно противозаконная практика навязывания дополнительных услуг. Когда же вы приобрели, и вроде бы удачно пользуетесь автомобилем, но возникает у вас проблема, особенно это касается, когда проблемы перерастают уже в разряд существенных проблем, тогда вы идете в суд. И вдруг в суде вы узнаете, что оказывается, юридическое лицо, которое вам продало автомобиль, оно ликвидировано, его нету, вы говорите, как же так? Салон на месте, продавцы все те же, название то же самое, висит на том же самом месте. А оказывается, само юридическое лицо, ООО такое-то, его уже нет, оно уже ликвидировано. И вместо него сидит другое ООО, с очень сходным названием, под той же самой вывеской, с тем же самым руководством. Ну, иногда они, как у нас уже заведено, меняются местами, то есть главный бухгалтер меняется с директором. Соответственно, и говорят, а мы не отвечаем, мы вот за те грехи того ООО мы не отвечаем, ну и что, что мы директора по закону, никакой ответственности. Стол, стул и, собственно, вся наша ответственность. Ну и не менее важная проблема, опять же, это информирование покупателя о всех ремонтах. Закон о защите прав потребителя обязывает продавца до продажи проинформировать о любых устранениях недостатков, которые были в товаре. Что это, как это выглядит в сфере продажи автомобилей. Едет автовоз, везет в эти машины, все вы видели, как они едут. Иногда они попадают в аварии. Иногда просто от проезжающих мимо автомобилей летят камни. То есть разбиваются стекла, фары, бьются двери. То есть автомобиль после того, как приезжает к дилеру, подвергается ремонту. Но вам об этом дилер никогда ни при каких условиях не скажет. Почему? Потому что это прямо повлияет на ваш выбор. Поскольку автомобиль перекрашенный, восстановленный, отремонтированный, стоит значительно дешевле, чем абсолютно новый. И также немаловажная проблема это обман со сроками поставки. Опять же, вы пришли в салон, вы начинаете покупать, вам даже показывают автомобиль, который вы выбрали. Вы же не просто так приходите в салон. Вы сначала обзвонили, нашли по рекламным объявлениям, кто продает машину. Вы звоните, спрашиваете, а могу я купить? Да, можете. Вы спрашиваете, я могу сегодня купить? Вам говорят, да-да-да, приезжайте. Цель какая? Заманить вас в салон. Дальше вы приходите в салон, вам покажут машину, вам все вроде бы расскажут, все вроде бы покажут. Встает вопрос об оплате. Вы оплачиваете этот автомобиль. И после этого вам говорят, замечательно, а теперь вы свой автомобиль получите, ну, в лучшем случае, через месяц, через два, через три. На вопрос, а почему так? Вот же мы же его смотрели, вам говорят, на самом деле ПТС находится в залоге, или в банке, или еще что-нибудь. Иногда не указывается ВИН-номер в договоре. И бывают такие случаи, что автомобиль даже не произведен еще. То есть, получая ваши деньги, автосалон, он от вас их получает, он их прокручивает, он их платит своим поставщикам, те дают задание, автомобиль производится, его привозят сюда. То есть, два-три месяца, замечательно. Вы заплатили за то, чтобы кто-то, вместо того, чтобы ездить на машине, вы заплатили за то, чтобы кто-то просто сообщил, что ему дали денег, и можете привезти нам автомобиль. То есть, это вот вкратце, что касается автомобильной тематики. Что касается вот общих проблем защиты прав потребителей, да, ну, масса, масса. То, что городские власти, на что мы хотели бы надеяться, нас пока не особо поддерживают, но надеемся, с приходом нового губернатора у нас что-то изменится в этом вопросе. поскольку нам обещали, что у нас прогрессивный губернатор будет, новый, который устранит ошибки предыдущего руководства. Соответственно, будем надеяться, что ассоциация будет работать и защищать права потребителей. Спасибо.